Доклад, который написан вот здесь на слайде, статью с одноименным названием можно прочитать в журнале наука и образования, если будет интересно, она в свободном доступе есть. Необходимость, желание написать вот статью и выступать вот с такой вот темой возникла у меня после того, как мы стали вот все программы РПД, ОПОПы, ПООПы, значит ФОСы сверять с компетенциями и у меня как-то стали вот сегодня уже говорили об этом, у меня как-то стали возникать какие-то смутные сомнения, что я чего-то не понимаю, потому что я вижу, что я не могу в рамках своего учебного предмета сформировать ту компетенцию, которую мне определили, что я должен ее сформировать, я даже не понимаю, что она означает, эта компетенция. Собираются большие советы доктора наук, мы серьезно решаем, как эти компетенции формировать, а я не понимаю вообще, о чем они эти компетенции. Я начал думать, что я чего-то не понимаю, но когда я посмотрел у других людей, как они пишут свои РПД, там значит ОПОП, вот эти матрицы компетенций, я увидел то же самое. Там очень большие проблемы. В своей РПД я это делаю, я это привязываю за уши, я прекрасно понимаю, что на самом деле мне за это стыдно, но я по-другому не могу, потому что я не знаю как. А у других, я смотрю, у них то же самое. И буквально во всех программах у всех то же самое. А раз это так, это говорит о том, что непонимание, как это использовать, связано не с моими личностными характеристиками, а, наверное, имеет какую-то объективную природу, если никто этого сделать не может. И сначала я разочаровался в компетентностном подходе, и как-то я выступал перед педагогами среднего профессионального образования. Они готовили там операторов каких-то автоматизированных систем. И когда я раскатекал компетенции и сказал, что все это плохо, я был подвергнут жесткой обструкции, потому что сказали, а нет, у нас в СПО это все прекрасно работает. И они меня повели в кабинеты, оборудованные современными станками, и говорят, вот это у нас кабинет, вот двух таких компетенций, называют компетенцией. В эту дверь заходишь, в эту выходишь, у тебя есть плюс две компетенции. В следующий ты кабинет заходишь, ты там осваиваешь вот эти станки, у тебя еще плюс две компетенции, и ты будешь уже не пятого разряда, а шестого разряда. Оказывается, что компетентный подход там работает и работает прекрасно. А почему он в педообразовании не работает? Ну для того, чтобы серьезно ответить на этот вопрос, значит мы должны это как-то системно рассмотреть. Для этого мы будем рассматривать компетентный подход вообще, собственно говоря, как теорию. То есть в каждой теории есть основание теории, то есть те факты, которые лежат в ее основе, там есть ядро теории. То есть мы на основе этих фактов строим какую-то обобщенную модель. И для чего она нам нужна? Она нам нужна для того, чтобы решать возникающие у нас проблемы, и это будет выражаться вследствие теории. Основание. Ну вот я посмотрел в программке, там у нас есть, сегодня будут нам рассказывать о том, как компетенции зарождались. Они зародились действительно за рубежом. Капиталисты, которые готовят себе кадров, они хотят готовить их а. быстро, б. дешево, б. качественно. И для этого они и придумали компетентностный подход. Вот. Основание какое? Первое. Что большинство знаний и умений, изучаемых в ходе профессионального образования в разных... Они, в общем-то, человеком утрачиваются. Вот мы готовим бакалавров учителей физики. И учитель работает в школе. Вот ему нужны все знания по физике, которые он в университете получил. Нет, не нужны. Ему нужен только маленький кусочек. Ему нужны знания в педагогике. Нет, не нужны. Ему нужны только какие-то основы, а остальное у него утрачивается. Если вы учителя с 20-летним стажем работы спросите что-то по квантовой механике, он вам не ответит. Когда вы спросите его что-нибудь по истории педагогики, он вам не ответит. Но при этом он может быть блестящим учителем. Следующее основание. Востребованными оказываются только фрагменты знаний и умений, вырванные из контекста разных дисциплин. Но вместе они, вообще говоря, целостностью-то не обладают. А они создают систему только тогда, когда человек приступает к выполнению своих трудовых функций. И вот в контексте этого они приобретают целостность. То есть он знает только то, что ему надо для выполнения вот этого функционала. Тогда мы говорим, что вот часть вот этих вот дисциплин вместе и еще с чем-то, они будут называться компетенцией. Поэтому мы не будем, вот если мы возьмем так этот подход, ну так сказать, в идеализированном варианте, мы не будем учить всю физику, не будем учить всю математику, педагогику и психологию. Мы определим тот самый минимум, который нужен учителю для того, чтобы он выполнял свои трудовые функции. Быстро его в течение двух месяцев научили и отправили работать. Следующее. Следующее основание заключается в том, что набор знаний и умений, он отличается даже в рамках одной профессии. Скажем, врач, который работает с детьми, педиатр и рентгенолог, например. После 20 лет работы у них не найдется общих темп для разговора, потому что сферы деятельности совершенно разные. Кроме того, скажем, если мы подготовили учителя физики, он у нас уехал работать в глухой таежный поселок, или он работает в элитной гимназии в мегаполисе, у них тоже разные компетенции, и они заменить друг друга не смогут. Во всяком случае, на первых этапах, если мы их поменяем, у них будут проблемы. Это говорит о том, что профессия одна, а компетенции разные. Ну и, наконец, будущий специалист имеет мотивацию на профессиональную деятельность и необходимые личностные качества. Это вроде как изначально закладывается. И вот это все основание. Ядро. Я не буду на этом особо останавливаться в каждой магистрской диссертации, потому что каждый уважающий себя магистрант пишет такой параграф, который называется, чем отличаются компетенции и компетентности. А если уж говорить про кандидатские, то там они прям как вот здравствуйте. Поэтому я на этом не останавливаюсь. Ну вот мы сформировали с вами, что такое компетенция, да, разные понятия и компетентности, и ими оперируем. Следствие. Следствие заключается в следующем. Что, ну я уже сказал, что формирование компетенции позволяет быстро подготовить будущего работника к выполнению трудовых функций и быстро это проверить, готов он или нет. И это все сопровождается минимальным временем и максимальной готовностью для непосредственной работы. Недостатки. Недостатки компетенциального подхода заключаются в том, что он утрачивает фундаментальность и компетенции быстро устаревает. Ну, пояснять это не надо, понятно. Мы готовили наладчика для таких-то автоматов, он вышел работать, а эти автоматы сняли производство, там уже другие автоматы, а он с ними работать уже не умеет. А для того, чтобы ему быстро научиться, ему нужны какие-то фундаментальные знания, а эти фундаментальные знания в рамках компетенциального подхода ему не давали. Отсюда получаются границы применимости, что компетентностный подход подходящим является только для подготовки, для реализации к тем технологиям, которые не требуют творческого подхода, вообще к технологичной деятельности, не требующей творчества. Тогда компетентностный подход очень хорошо работает. И вот здесь-то как раз и заключается противоречие, что да, мы можем быстро, качественно приготовить к определенному функционалу человека, но этот функционал быстро устаревает. И поэтому-то мы попытались расширить понятие компетенции и сформулировать их так, чтобы они вот этот недостаток устраняли. А когда получается так, то компетентностный подход выходит за границы своей применимости, целесообразности. Он подходит только вот, мы можем сказать, компетентный электрик, компетентный водитель, компетентный сантехник, мы можем так сказать. А вот если мы говорим компетентный инженер, уже не очень звучит. Компетентный учитель, это значит, какой-то изъян сразу в нем есть. Говорят, вот он кто, компетентный учитель. Ну, значит, он вообще-то не учитель. А вот представьте себе, как чудовищно звучит, он кто? Он поэт. Какой поэт? Ну, компетентный поэт. То есть, если мы будем так дальше продолжать, а давайте мы компетентностный подход в литературном институте там где-то сделаем, и мы пропишем компетентность для поэтов, режиссеров и так далее. Ну, да, это очень грустно. Ну, вот видите, то есть я хотел, так сказать, поиздеваться, оказалось, уже все есть это. Так вот он не подходит для... Я бы не пошел на фильм компетентного режиссера. Если мы говорим о подготовке сейчас следующего такой бакалавров, магистров и аспирантов, то тут такой чудовищный график, конечно, что зависимость эффективности от творчества. Тут имеется в виду зависимость эффективности и компетентностного подхода от степени творчества, который вроде как от него требует. Так вот, подготовка бакалавров, ну, может быть, она... Там еще можно использовать, возможно, компетентностный подход, потому что, по большому счету, от него требуется выполнение какого-то функционала. Берет готовую программу, ее реализует. Если мы говорим о подготовке магистров, здесь уже компетентностный подход работает хуже. А сейчас, представьте, мы говорим о подготовке аспирантов. Аспирант, он должен написать кандидатскую диссертацию. Ну, во всяком случае, в старой трактовке аспирантуры. И если он написал диссертацию, защитился и через вак она прошла, значит, мы ему дали нужные компетенции научного исследователя. А если не защитился, то не дали. А да, он, значит, некомпетентный ученый получается. И для аспирантов компетентственный подход подходит, ну, он не подходит просто. Таким образом, подводим итог, что процесс расширения компетенции за счет включения в нее творческой составляющей и есть инфляция компетентностного подхода. У нас есть сейчас компетенции информационные, экспериментальные, когнитивные, экологические, ценностно-смысловые, личностного самосовершенствования. Вот если вы возьмете какое-нибудь прилагательное, наверное, их уже не осталось, которым не было бы слова компетенции. А какой смысл-то они имеют? Зачем они нужны к этой компетенции? Получается, что как только мы расширяем творческую составляющую, получается, что она уже охватывает не часть предметов, а она захватывает не только предметы, но и больше, какие-то личностные качества, особенности мышления и так далее. И тогда она просто утрачивает смысл. Если у нас есть культурная компетенция, скажите тогда просто культура тогда. Тот термин бритва и кама, что не плодите лишних понятий. Вот здесь как раз мы наплодили этих понятий очень много. Я просто посидел несколько часов в базе данных и посмотрел в РИНС разные статьи. Значит, что такое универсальные способности и умения носят надпрофессиональный, надпредметный характер и составляют основу жизнедеятельности человека. То есть, представляете, компетенция, она составляет основу жизнедеятельности человека. И учитель к вам приходит и говорит, вот как мне эту универсальную компетенцию формировать? Ему говорят, ну ты понимаешь, что он составляет основу жизнедеятельности человека, иди, формируй сейчас. Что это дает на практике? Если человек живой, значит он компетентный. Если он помер, значит у него нет этой компетенции. Следующее определение. Базовые компетенции. Ими должен обладать каждый член общества. Они универсальны и применимы в самых различных ситуациях. То есть если что-то, чем обладают все, применимы во всем и во всех ситуациях, то мы это должны формировать. Дальше я уже без авторов. Название статей выделено. Что такое компетенции? В одной статье это методическое мышление, в другой это эмоциональный интеллект, в третьей профессиональное саморазвитие, в четвертой толерантность. То есть мы все называем компетенцией. Мы это подставили и мы публикуем статью, считаем, что это вот хорошо, потому что я придумал новую компетенцию. Ну хорошо, авторы статей, собственно говоря, это их дело, они могут писать компетенции, какие хотели и как хотели. Но давайте обратимся к стандартам. В ГОС-3+, магистратура, педагогическое образование. Сегодня уже часть моего доклада, хлеба моего, съели немножко. Да. Давайте их проанализируем. Способностью к абстрактному мышлению. ОК-1. К нам человек поступает в магистратуру, он закончил школу, сдал там экзамены, поступил в ВУЗ, закончил ВУЗ, сдал государственные экзамены, поступил в магистратуру. Как он это смог сделать без способности к абстрактному мышлению? Абстрактное мышление это способность вообще от мышления как такового. Вот дождевой червяк, он не обладает способностью к абстрактному мышлению. Так вот, если этот человек умудрился дойти до магистратуры без способности мышления, то шансов, что мы в магистратуре у него это сформируем, практически нет. А если он на самом деле дошел, то эта способность у него уже сформирована. Мы просто констатируем его наличие. Следующее. Готовностью действовать в дистардатных ситуациях и нести за это этическую и социальную ответственность. Значит, во-первых, мы видим, что в одной компетенции какие-то две зашиты. Во-первых, нестандартно поступать, а во-вторых, отвечать. И отвечать причем социальную и этическую ответственность. Сейчас нам требуется пояснение, а что такое социальная и что такое этическая ответственность. Ну это непонятно, а раз непонятно. Что такое ответственность? То ли это уголовная ответственность, то ли это административная, то ли еще какая-то. Значит, следующее. Способностью формировать образовательную среду и использовать знания для реализации задач инновационной образовательной политики. Вот это очень интересно, потому что у нас образовательная политика, она может меняться геометрально противоположно. Мы сменились на противоположный, а он готов и это делать. То есть получается, что вот компетенцией ПК-2 ей обладают два сказочных персонажа. Это Старик Хаттабыч и Золотая Рыбка. Потому что что захотело наше, скажем, министерство образования, а он у нас уже готов это сделать. В связи с этим у нас еще вот такие интересные моменты. Вот у нас есть, скажем, по нашему университету, Уральскому государственному педагогическому, мы готовим вот по таким вот направлениям подготовки бакалавриата. И оказывается, что общекультурные компетенции, раз они общекультурные, они должны быть общими. Но они, оказывается, таковыми не являются. И, скажем, у менеджмента их 22, а у педагогов всего 15 общекультурных компетенций. То есть, видимо, менеджеры, они должны быть общекультурно значительно выше, быть педагогов там, условно, в полтора раза. И, скажем, преподаватель, который читает лекцию по философии, он читает у педагогов и у психологов. И вот я должен так читать лекцию, чтобы вот педагоги, сидящие здесь, у них формировались одни компетенции, а у психологов другие. Ну, наверное, я буду говорить вам, говорить, вот педагоги вы слушаете, вы нет, а сейчас наоборот. Хорошо, следующий в ГОС, так сказать, в приближении следующем, 3++. Берем бакалавриат. УК-5 способен воспринимать межкультурное разнообразие в социально-историческом, этическом, философском контекстах. То есть, Гумилев, допустим, может, обладал, Бердяев этой компетенцией. Что понимать под этим, да? Ну, и особенно мне вот это нравится. УК-6 способен управлять своим временем и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования. Что такое принципы образования, непонятно. То есть, требуется пояснить. И самое-то главное, в течение всей жизни, то есть, мы проверить эту компетенцию сможем, вот он только помер. И мы родственников спрашиваем, у него была эта компетенция? Они говорят, была, вот до последней минуты боролся. Это действительно такое образование в течение всей жизни. Да, вот. Так вот, конечно, вот, так вот, эти компетенции, это вот, понимаете, это благодатный материал для стендапа на самом деле. Но не хотелось бы превращать вот это выступление, значит, в стендап выступление, а сейчас вот серьезно. Хорошо, допустим, причесали мы действительно эти формулировки. То есть, сделали их какими-то однозначно понимаемыми, да, не требующими отдельных комментариев. Но, опять же, это не компетенции, потому что это какие-то глобальные хотелки, каким должен быть человек, какой должна быть его личность. Она выходит за рамки компетентностного подхода. Не называйте тогда это общекультурной компетенцией. Нажмите это просто способность к саморазвитию, там, общая культура и так далее. Значит, следствие такой формулировки этих компетенций, невозможность планировать достижение таких компетенций. И превращение, создание матриц компетенций и вообще всяких манипуляций с компетенциями, это вот в такой бессмысленный ритуал лояльности существующему положению дел. То есть, от нас требуют, чтобы была такая матрица, значит, мы эту матрицу компетенций делаем по предметам, сеятель, как вот тот, сеем эти компетенции. Причем не надо при этом заморачиваться и думать, а как это сделать реально, потому что реально это сделать невозможно. Это можно делать случайным образом. Так это и происходит. Педагогу их дают, и он случайным образом в РПД пытается их проверить и сформулировать. Хотя думающие педагоги задают, а почему вы мне определили вот эту компетенцию, а как я ее в рамках одного предмета сформирую, особенно как я ее проверю. Так вот, не надо этого делать. Значит, если невозможно достучаться до каких-то небес, где эти компетенции сформулированы, значит, надо просто обходиться малой кровью, просто их игнорировать и исходить из другого. Вот, строить обучение через образовательные результаты, привязанные к трудовым функциям, особенно если у нас есть, значит, стандарт, профессиональный стандарт педагога, и выходить из этих функций, что, собственно, в высшей школе экономики они пытаются это делать. Проталкивать идею, что давайте работать на образовательный результат, что модуль направлен на образовательный результат, что проверять мы будем этот образовательный результат. Если этот образовательный результат студентам получен, значит, он готов к выполнению тех функций, которые ему готовили, и все компетенции, которые там есть, они у него сформированы. — Спасибо. — Спасибо за внимание.